Пространство, время, архитектура Организованное журналом проект Балтия И проектом Новая Голландия, культурная урбанизация Тема лекции «Индустриальная столица» Речь пойдет о предреволюционном и послереволюционном наследии В области индустриальной архитектуры Эта тема крайне важна для Петербурга Например, мы с вами находимся в уникальном памятнике промышленной архитектуры Который уже прошел процесс своеобразной реновации И включен полноценно в городскую жизнь Однако в Петербурге еще осталась масса зданий, которые только требуют Чтобы мы нашли верные подходы к их преобразованию И, конечно, мы не сможем этого сделать без знания истории Как, собственно, эта архитектура формировалась, ее особенности Как мы пришли к мысли о том, что необходимо сохранять ее Об этом всем расскажет нам, наверное, самый главный специалист в этой области в Петербурге Профессор Петербургской государственной художественно-промышленной академии Маргарита Сергеевна Штиглец Собственно, я передаю слово Спасибо большое Спасибо, добрый вечер Сейчас я вот застряла в пробке И по-иному осмыслила приспособление, перепрофилирование Вот как раз этого замечательного комплекса Но я когда буду об этом рассказывать, мы вспомним Итак, я с вашего разрешения буду сидя говорить И будем рассматривать Не все мы сможем, не всю такую многообразную картину Все проблемы рассмотреть Но, тем не менее, постараемся как-то проиллюстрировать Те или иные моменты, которые оказались в данное время мне ближе И я их рассматривала более пристально Спасибо Итак, индустриальная столица Могу сказать, что без преувеличения Петербург является действительно индустриальной столицей России Здесь развивались все отрасли промышленности Здесь с самого основания города первые промышленные предприятия России Как первая судостроительная верфь, знаменитая наше замечательное адмиралтейство Все основанное Петром И масса других еще предприятий И сестрорецкие, и жорские заводы И текстильные, и шпалерные мануфактуры Все это начиналось именно здесь, в России В России, в столице российской Поскольку наша политика централизованная Так централизованная у нас и индустрия была развития с давних пор И здесь была окно в Европу, значит, сильная конвергенция западноевропейских и российских технологий И здесь вот именно развивались все многие промышленные предприятия по передовым технологиям Как бы очаги такие новаторства И оттуда уже другие города России распространялись вот эти такие приемы новые Новые принципы техники и новые приемы строительства зданий, промышленных зданий Которые, в общем-то, стали новаторскими и стали предтечами новой архитектуры уже XX века То есть все как бы шло отсюда И вот здесь мы видим план Петербурга, уже наш современный план И вот если вы заметите, что все такие сиреневые зоны вокруг центра исторического Так вот это все промышленные предприятия Промышленный, как сейчас у нас принято называть серый пояс промышленный На самом деле он не серый Он очень многообразный Много различных там и зданий по своей и ценности И по своей градостроительной значимости И вот эти предприятия, они, как вы заметили, располагаются по водной структуре города По берегам Невы, ее притоков, каналов То есть фактически играют такую очень важную роль градостроительную в панорамах В водных панорамах Но на берега выходят одни здания, а внутри там еще тоже развивались обширные территории И вот когда мы обследовали эти здания, довелось нам заниматься именно обследованием, постановкой под охрану Вот этих доселе неизвестных ранее вот этих территорий, неизвестных городу Это действительно такие закрытые город в городе То там открывались необычайные пространства, очень интересные изнутри Которые вот сейчас уже многие из них преобразуются И они также будут введены в городскую среду И если посмотреть вот такую работу нашей комиссии Не моей, а вообще городской комиссии по перепрофилированию промышленных территорий То вы здесь видите, вот эту как раз посмотрите и видите эту структуру Приближенную к водным пространствам Но наверху северный пояс, который значит выборский Внизу это южный промышленный пояс Они все приближат к обводному каналу И развиваются уже территории в конце 19-го, начале 20-го века Уже по транспортным и жизнедорожным магистралям Но тем не менее, вот такие кластеры сейчас намечены 26 тут их, которые следовало перепрофилировать И которые и будут перепрофилированы Но мы знаем, что это процесс объективный Что не только у нас в Петербурге, но и во всем мире Вот исторические промышленные центры Они, естественно, уже промышленные предприятия выводят Производство выводится из стен промышленных предприятий И они преобразуются и приобретают иные функции А функции, когда приобретают, то меняется уже и среда И, конечно, в таких условиях крайне важно сохранить Вот эти ценные историко-культурные элементы Эти ценные здания и градостроительные доминанты Которыми они являлись А часто при таких вот новой застройке, перепрофилировании Многое утрачивается Ну, это вот картинка к тому, что наше главное адмиралтейство Это первая судостроительная верфь Это ключевая точка в развитии планировки города Основана самим Петром И вот этот огромный градоформирующий промышленный комплекс Он, по сути, претерпел много преобразований, реконструкций Сначала Мазанковое здание Петровские Потом перестроенные коробом, как мы видим здесь Вот это характерное для Петровской архитектуры Покоем расположение, значит, П-образное С раскрытием на Неву Очень красивая и самая архитектура корабля Все это слитно с архитектурой корабля Было очень красивое впечатление производило и на современников Об этом даже камера Йорген Бергольц упоминал Но вскоре промышленность, тенденция вывода промышленности Уже преобладала в конце XVIII века Уже в Екатерининской поры началось это При выводе всех таких промышленных предприятий От центра удаленности То и тут произошло Вот это вот, опять же, первый пример Перепрофилирования промышленного предприятия То есть наше Захаровское современное адмиралтейство Это вот пример первого перепрофилирования Но хотя при перестройке Сохранилась вся эта структура Корбовская ранее А само адмиралтейство первоначально Оно располагалось не только Вот в этих стенах П-образные Окруженные валом И вот этими стенами Как бы крепостными Но оно располагалось и по всему нижнему течению Невы И вот здесь, я не знаю, у меня указки никакой? Нету? Показать Но вдоль вот Ну вы посмотрите, что Видите, что вдоль всего берега Располагались вот эти длинные постройки Длинные сооружения Это канатные, смоляные, пеньковые, кузницы Все вот все это течение нижнее до устья Невы Все это было сплошное судостроение Вот такой центр судостроения столицы И потихоньку, конечно, все это стало сворачиваться Выводиться за пределы центра Ну а вот видите наш замечательный остров Новая Голландия Он так и остался лесными складами Очень долго существование его Как вот лесных складов было А потом уже военный Перешел в военное ведомство И тоже складское Но об этом еще Чуть-чуть, скажем, позднее Вот Наша современная Наверху, вы видите Ничего нельзя показать ничем Новая Голландия наша замечательная Наверху слева Справа наверху Это вот Коробовский корпус Чевакинский, вернее, корпус Старый Там, где именно хранился корабельный лес Вертикально Для того, чтобы равномерная была усушка Вот этих стволов для корабельных сосен Предназначенных для постройки корабля Ну, а внизу Слева внизу Это один из примеров перепрофилирования Современных Современных примеров перепрофилирования Который как раз у нас В какой-то степени сейчас и воплощается Потому что надо сказать Что вот довелось мне наблюдать Все стадии преобразования Новой Голландии Сначала в начале 90-х Когда отсюда вывозили все военные обмундирования Склады вывозили в Кронштадт И вот можно было видеть Вот эти корпуса, которые сейчас закрыты Складские там великолепные интерьеры Такие белые беленые стены И вот дерево Мощный такой запах даже этого дерева Лиственниц То есть в таком хорошем состоянии военные Оставили эти корпуса Потому что военные когда были Это совершенно был закрытый остров Для нас неизвестный Мы только снаружи со студентами-архитекторами Занимались обмерами Рисунками Но внутрь нас не пускали А вот тут уже когда освободился Начался процесс Перепрофилирования Первый вариант был архитектором фабрицким Который долго-долго так пытались разрешить Реализовать Но этого не произошло Потом еще был вариант Нормана Фостера Когда, к сожалению, после вот этих всех преобразований Были снесены Ну вот такие не самые ценные в историк Архитектурном плане Но в таком историко-техническом Вот этот опытовый бассейн Который был вдоль Адмиралтейского канала Был снесен Но, тем не менее, вот наступил новый период Когда современные владельцы Приступили к преобразованию Был такой заказной конкурс Из восьми заказных архитектурных фирм И вот мне довелось тоже участвовать в жюри Были отобраны наиболее предпочтительные Ну и в конце концов Вот уже американская фирма Потом наши архитекторы приступили К этому освоению этих корпусов Вот мы видим то, что видим И слава богу, что вот этот закрытый комплекс Пришел вот в такое Вошел в городское пространство Стал местом культурной жизни Что как раз очень не хватает Многим другим нашим большим комплексам Ну а это вот рядом Совершенно недалеко от нас Находится новое Адмиралтейство То есть как раз все судостроение Из главного Адмиралтейства Было перенесено сюда На острова, на Новоадмиралтейский остров И надо сказать, что уже в Петровское время Здесь строились галеры И получило название еще в 1720-е годы Галерный двор Но потом, после этого, уже большее развитие Получило уже в начале XIX века При Павле I это производство Стало называться новым Адмиралтейством Поскольку вот именно этот комплекс Стал преемником Главным преемником Главного Адмиралтейства Сюда вот именно вот эти все Все производство Все это судостроение Переместилось сюда И вот здесь мы видим замечательную панораму Акварель 1830-х годов Архитектора Кудинова Адмиралтейского архитектора Где вот уже сформировавшаяся Такая панорама Этого нового Адмиралтейства Изображена со стороны Невы И вот видна эта важная городостроительная роль Но надо сказать, что большинство этих сооружений Существует и сейчас Но мы их не видим Они сейчас все застроены Вот такими позднейшими советского периода Силикатными постройками А если так вот рассматривать То слева И вот эти две постройки Они существуют А на месте третьего Эллинга Тоже существует другой, более поздний Которые фактически Вот таким ритмичным расположением Торцом к берегу Невы Создают вообще прекрасный Такой градостроительный панорама Ландшафт, акцент Ну вот его перепрофилирование Можно было бы и воссоздать Не воссоздать, а именно возродить, восстановить Здесь мы видим на средней картинке Как раз вот один из этих Эллингов Это постройки 1838 года Вот именно в 1820-е и 1830-е годы Усилиями адмиралтейских архитекторов Последователи учеников Захарова, Гомзин, Анард И, значит, Галашников Были произведены Вот эти Был построен, сооружен Этот великолепный классический ансамбль И первое Самое выдающееся здание Это Эллинг 1838 года Который был первым в стране Каменным Эллингом С металлическими перекрытиями Вот это уже появление новых конструкций Новых пространств В новых формах Еще не было расчета металлических ферм Но уже эмпирическим путем Сначала построили в дереве Потом перевели это в металл Вот такие арочные металлические перекрытия Мощные стены красно-кирпичные Самого Эллинга Сначала были жалюзи в торце А потом уже сделали металло-стеклянный витраж Арочного В общем, такое красивое зрелище Вот спуск корабля на воду Это был праздник Это собирались там толпы горожан И высокопоставленные особы И вот такое красивое зрелище Оно было видно со стороны Невы И украшало наш город Но, к сожалению, сейчас вот этот Эллинг С правым видим наверху Это со стороны внутренней части Внутри территории Вот он сейчас сохранился Но в таком довольно приличном виде существует А внизу Это уже более поздние постройки На соседних островах Потому что Адмиралтейство Судостроение на этих островах Стало расползаться, расширяться и на другие Не только на Новоадмиралтейском Но и на Галерном И на Матисовом острове А вот это еще постройки вот этого Анарта и Гумзина Адмиралтейска Видите, такой классицизм Но такой базордерный Только обрамление архивольты Красно-кирпичные стены Классическая такая симметричная композиция Вот этот судостроитель Кузница Тоже там на территории Новоадмиралтейска На территории вот этого раннего комплекса А вот рядом Еще такое не очень удачное фото Но, тем не менее, очень интересные постройки Не в лучшем состоянии Это уже середина 1850-60-е годы Когда сюда привезли и собрали вот таким способом Заводским изготовили в Англии Привезли из Англии лесные сараи Сараи, где хранились тоже различные деревянные склады какие-то лесные были Но они очень интересны тем, что это каркасные Тоже арочные фермы Арки на колоннах металлических И обшит этот каркас был профилированными тонкими металлическими листами Такой сборный, первый заводской сборный способ изготовления Привезены Здесь смонтированы И вот здесь они до сих пор еще стоят Не знаю, года 2-3 назад они еще стояли Не знаю, как сейчас В каком они состоянии А это уже, значит, производство, как я говорю, развивалось Все это развивалось в связи с потребностями судостроения Наше, значит, военно-морское ведомство И вот это уже 1890-е годы Когда необходимо было строить как броненосцы И вот для строительства таких мощных судов были построены новые эллинги Вот это один из них Инженеры Будзинский и Дудкин 1890-е годы Мощный, с такими мощными контрфорсами Также с металлическими перекрытиями Ой, сейчас Так Дальше И вот он со стороны мойки Там, значит, он со стороны Нивы Здесь со стороны мойки Вот такое интересное завершение С гербом С фонарями верхнего света И на мойку, вы видите, выходит еще перед ним Такое протяженное здание с башенкой Это еще первая Аннард и Гомзина постройка Так называемая корабельная мастерская Она еще была увенчана флагштоком с флагом То есть она напоминала, опять же, перекличка с главным адмиралтейством Главная корабельная мастерская Где были там, ну и комнаты служащих И самое главное, чертежные мастерские И пласт Пласт до расчерчивания вот этого плана корабля Вот такое вот замечательное здание Оно было перпендикулярно эллингам И между эллингами и этим зданием проходила главная такая заводская магистраль Которая являлась и сейчас является продолжением Галерной улицы Ну вот это вот сейчас корабельная мастерская Сейчас такое представляет зрелище изнутри Ну вы видите здесь внизу такие крупные воротные проезды Куда загружалось и выгружалось необходимое оборудование А наверху уже обстроена надстройка более поздняя Она, конечно, искажает облик первоначальный Потому что сама эта башенка уже потерялась Вот эта вся ее высота Но тем не менее, когда мы ее обследовали То внутри можно было всю эту внутреннюю структуру проследить И при необходимости можно было бы это все и восстановить Об этом мы как раз и думали Но вот потом расскажу еще о преобразовании И, значит, вот такое велось строительство активное Значит, сначала 820-е и 30-е годы Потом 1890-е А потом в начале 20-го века Когда уже после поражения войне с Японией Стали развивать активно После 1905-го года активно судостроение И здесь уже слилось несколько предприятий Образовался вот на всех трех островах Адмиралтейский судостроительный завод И началось более такое строительство активное всех промышленных сооружений А в конце набережной Невы Значит, вот на самом примыкании к городской, к английской набережной Возник, построен, был в честь Не в честь, вернее, а в память Цусимского сражения Храм спас на водах По типу вот такой владимирской архитектуры Дмитриевского собора во Владимире Архитектор Мариан Марианович Перетяткович И вот это вот сооружение культовое Оно как бы завершило всю эту панораму вдоль Невы И придало еще такой акцент Здесь очень красиво и сама архитектура, и внутреннее убранство Было иконы по эскизам Воснецовой и Бруни И все вот это ажурное белое убранство самого храма Все это дополняло вот такое красно-кирпичное утилитарное сооружение Близ расположенных эллингов Но, к сожалению, в 30-е годы храм был уничтожен И панорама еще, конечно, потеряла И еще и в этом отношении очень много Нет, сейчас я вернусь Так Вернусь Ну и вот еще хочу сказать, что В начале 20-го века, когда вот такое В 910-е годы, когда началось вот такое активное судостроение здесь То тут как раз пошла речь о перепрофилировании этого промышленного комплекса Архитекторы, инженер Дмитриев и архитектор Дмитриев Они занимались не только строительством Но они предложили концепцию перепрофилирования нового адмиралтейства и Новой Голландии И как раз было предложено Поскольку земля очень такая дорогая и очень привлекательная для города Это разместить здесь, на этой территории Такие вот жилые кварталы, нарезанные такими просто сеткой прямоугольной И продлить английскую набережную вдоль всей Невы То есть открыть вот эту закрытую зону адмиралтейского завода Продлить Галерную улицу Продлить Новую Исаакиевскую То есть все Вот это сделать такие сквозные магистрали Открыть городские районы И преобразовать, все свнести на Галерный островок Но вот это было с одной стороны Вот сегодня я ехала в пробке и думаю Надо было бы продлить это все И не было бы такого Но зато мы бы потеряли и нашу вот Новую Голландию И вот эти еще замечательные все корпуса адмиралтейских заводов Мы бы все это утратили Но получили бы вот транспортные, наверное, более благоприятные связи Вот, так что хорошо, что этого не произошло Новую Голландию мы, значит, уже здесь находимся А Адмиралтейский судостроительный завод Он одно время был, тоже предполагался к выводу производства Предполагалось из как раз Новоадмиралтейского острова Было это совсем недавно в связи с строительством Предполагаемого строительства моста на Васильевский остров И как раз нам, почему нам удалось это все обследовать Потому что как раз была заказана экспертиза на концепцию Перепрофилирования вот этого адмиралтейского Части адмиралтейского завода Ну, как мы видим, мост не будет пока построен И завод тоже продолжает свое существование Так что вот эти производства, они меняются Действительно, живут своей жизнью То они меняют профиль, меняют размеры Меняют функциональное предназначение Вот судьба у всех разная Ну, а это вот мы говорили сейчас Об комплексе в нижнем устье Невы А это в верхнем течении Невы На территории Шелесельбургского тракта Было основано тоже Вот если там было первое судостроение То здесь первое текстильное производство А текстильное производство, как мы знаем В начале XIX века положило начало всей индустрии Что первые английские фабрики, которые работали на паровых двигателях И которые на энергии пары использовали И которые, значит, были в таких новейших конструкциях Каркасных, которые являются предтечей современных всех зданий Вот это все развивалось в Англии Ну и Петербург ненадолго отставал И вот в конце, на рубеже XVIII-XIX веков Возникла такая новая Александровская образцовая казенная мануфактура Возникла она на территории дачи князя Вяземского Высокопоставленного чиновника князя Вяземского Он сначала тоже участвовал в этом проекте Но умер, и на его территории решили создать Видимо, настолько она была уже как-то предусмотрен, предспособлена Потому что там был ряд небольших таких промышленных у него предприятий Таких мастерских И вот рядом с усадебным домом на этой вот на излучине Невы Возникла такая вот интереснейшая комплекс Назывался Александровская образцовая казенная мануфактура В центре увидим дом князя Вяземского, бывший усадебный А вокруг вот такой вот периметрально возникший с внутренними дворами комплекс Где не только промышленные, мастерские первые основанные Которые использовали текстильное производство, основанную индустрию текстильную Но и здесь и комнаты воспитанников, и как бы ремесленное училище То есть это фактически не только образцовое производство, но и кузница кадров новых И здесь вот интересно, что вот по такой системе Вот панорама этой Александровской мануфактуры Вот эти внутренние дворы видим в центре дом князя Вяземского И здесь комнаты воспитанников Так называемая инвалидная команда То есть это служащие, которые работали и участвовали в обслуживании этого производства И вот первое льнопредильное, которое здесь расположено было Вот это первое такое производство Во-первых, использовал новый способ производства вот эти ткацкие станки А во-вторых, вот такой первый пример каркасного здания Где чугунные балки, чугунные колонны И по ним уже такие сводики Это льнопредильная мануфактура И вот это вот такие инвалидные Для инвалидов называть инвалиды Это служащие, которые работали там и обслуживали это производство А вот еще интересно сам, как комплекс уже он сочетал Вот здесь вы видите в центре все эти производственные здания А внизу справа наделы, жилые домики служащих, рабочих И с такими наделами То есть сочетание вот первой планировки таких вот производств Это сочетание усадебно-патриархальной какой-то схемы Уже с какой-то вот жесткой такой утилитарной композицией самих комплексов Ну вообще образцовый такой интересный во всех отношениях комплекс был Но он просуществовал недолго До 1861 года А после вошел уже в состав нового завода Обуховского Сталилитейного завода Который стал тоже на этих казенных землях разместился И частично постройки Александровской мануфактуры Вошли вот в этот комплекс Здесь очень интересные все Ну с чем связан Обуховский завод Опять же потребность в военной промышленности, в оборонной промышленности, в новой стали Патент на изготовление вот этой тигельной стали получил инженер Обухов И вот вместе с Путиловым они основали здесь товарищество Обуховского завода на казенных землях И возник целый ряд интереснейших таких сооружений В частности вот это одна из мастерских Архитектор Федор Федорович Лумберг Это уже конец 19 века Вот этот Обуховский завод Опять же перепрофилирование Александровской мануфактуры В другую функцию Размещение Обуховского завода И вот достройка таких новых территорий Это вот одна из орудийных мастерских Лумберга Сейчас мы можем видеть ее Выходящую на проспект Обуховской обороны Интересно, что внутри там замечательные интересные конструкции металлические Перекрывающие огромные пространства Со стакадами, с подкранными балками А снаружи вот такой ретроспективный красно-кирпичный стиль Поздний кирпичный стиль С контрфорсами, с таким утрированным Совершенно необязательным для конструктивного отношения Но вот такая вот стилистика Этого позднего кирпичного стиля А напротив, на другом, на левом берегу Нивы Напротив Обуховского завода Была построена пристрельная башня Вот она, поскольку там развивалась И оптика, там различные приборы Оптико-механические И стали литейные массы других производств на Обуховском заводе И вот для пристрелки вот этих снарядов Была построена в таком готическом стиле Башня, пристрельная башня Сначала думали, что это водонапорная Но потом нет исследований Оказалось, что тоже по проекту Лумберга На землях принца Альденбургского Выкупленных для этой цели Была построена вот такая башня Тоже она играет вот такую важную роль в панораме И сейчас она перепрофилирована Под какую-то такую гостиницу Деловой такой небольшой центр Ну, это вот мы рассмотрели Нижнее течение, верхнее течение А между ними на Синопской набережной Недалеко от моста Петра Великого Видим такую панораму, которая нам всем уже известна Это вот еще старое ее изображение Это фабрики Барона Штиглица Которые были основаны тоже Вслед за Александровской мануфактурой Которая послужила образцом для мелких И более крупных текстильных фабрик частных И вот одной из таких частных фабрик Стала фабрика Барона Штиглица Которая основала тоже в 830-е годы Вслед за Александровской мануфактурой В таких же металлических конструкциях С красно-кирпичными стенами Была первая фабрика Но она, к сожалению, сгорела Уже к середине XIX века И вот сохранился от этого комплекса Только раннее 1850-й год Архитектор, инженер Глама Это вот та фабрика Такая в простых формах В кирпичном безорденном стиле Которая мы знаем, как многие знают Как центр документов А вот эта панорама Уже сложилась к концу XIX, начала XX века Мы видим, как гармонирует Контрастирует даже со Смольным собором С Охтинским ажурным мостом Вот эти красно-кирпичные фабрики На первом плане мы видим прядельную Так называемую вторую прядельную Построенную по проекту архитектора Петерсона В 1989 году А вот там немножко, вы видите, кусочек Выглядывает вот этой середины века 1850-го года Корпус инженера Глама А слева Уже Наточная фабрика архитектора Купинского Таким образом, вот эти фабрики Образовали целый квартал На территории неподалеку от Смольного собора И завершают вот эту всю панораму Три трубы, которые были Которых, к сожалению, уже нет При всех этих перепрофилированиях Мы очень много утрачиваем инженерных элементов Много утрачиваем архивных материалов Оборудование Просто это невосполнимые утраты Ну и здесь вот это такие акценты Градостроительные вертикали Которые дополняли это все Но они кому-то мешали Даже надо сказать, что эти трубы Как соответствовали паровым котлам А паровые котлы, когда были найдены таблички Когда вот разбирали это все То увидели, они носили название Вера, надежда, любовь И вот так эти трубы Соответствующие этим котлам Так и носили название И народ, люди, которые работали Там долгие годы Вот я была еще тогда На фабрике, когда она еще тут Работала, существовала Вот эта прядельная Они так вот высекли медаль Они мне ее подарили Где были три трубы Где было написано Вера, надежда, любовь То есть это такая даже Историческая, социальная память Но вот так безжалостно Они были уничтожены Но надо сказать, что Во-первых, могли быть уничтожены И сами фабрики, они очень долгое время Под угрозой находились Особенно тогда, когда вот думали Что будет тут башня Газпрома То есть совершенно уже реально Стоял вопрос об их исчезновении Но вот удалось все-таки отстоять Удалось отстоять хотя бы здание Вот часть этих зданий Вот этот второй прядельный И тот корпус, который мы говорим Более ранний, они перепрофилированы Препрофилированы не самым лучшим образом Вот этот прядельный Потому что они, владельцы Которые, значит, занимались этим Им удалось отсудить Вывести из списка памятников Это здание Потому что оно было вновь выявлено И они это как-то так провели Очень удачно Я не знаю уж, как это произошло Но они сняли с охраны Это здание, главное прядельного цеха Вот этот корпус интересный И стали там по своему усмотрению Хозяйничать Вот если вы там бываете В центре документов Со двора, посмотрите Я даже не стала прилагать Эту фотографию Не захотелось Изнутри Они там такие жуткие стекла Жуткие витражи какие-то сделали Изнутри Там мойку поставили В общем, не очень хорошо распорядились Надстроили здание Но хотя бы сохранили Хотя бы эти витражи Можно будет в конце концов убрать Но вот ценой таких потерь Мы, конечно, имеем рефункциализацию Как у нас принято говорить Вот этот прядельный корпус Справа вот этот центр документов Корпуса Гламы Архитекта, инженера Гламы Ну, так более или менее Все это прилично Надстройки, конечно, есть Но со двора зрелище печальное И труп нет Вот, это вся панорама сверху И мы видим, как целый квартал Занимает все это предприятие А вот этот корпус, который выходит На Тольскую площадь Он как раз тоже был в свое время Краснокирпичный Но на это было уже утрачено Здание перестроено Еще в 70-е годы И хочу сказать, что я приложила Ну, когда была молодым архитектором То работала в той организации Где занимались переустройством Этого комплекса И тогда впервые Вот я, когда рисовала Эту перспективу Я обратила внимание Что какие же красивые эти здания Какие замечательные Вот как жалко их утрачивать И я совсем Во-первых, тогда ничего не знала Ни о промышленной архитектуре Только все это первые шаги были И никто не знал Потому что я все начала заниматься Только этим И когда, значит, я подумала Боже мой, как жалко вот терять Какие замечательные эти здания Не знала, что здания принадлежат Барону Штигольца Потом стала заниматься этим То есть вот как-то вот Жизнь, видимо, судьба Меня как-то толкнула потом К этому Когда уже, значит, я ушла Из проектной организации И когда стала заниматься Вот такой научно-исследовательской работой И оказалось, что действительно Такая, никто Был такой пласт архитектуры Которым никто не знал Никто не занимался И вот начинала С самых таких первых азов Архивы все были закрыты Давали только сначала посмотреть Текстильные предприятия Потом только вот, может быть Если уже какой-нибудь Балтийский завод Так надо мной стоял какой-то человек И смотрел Как ли я там рассматриваю Это здесь исторические чертежи Балтийского завода Как будто я там что-то могла Такую какую-то военную тайну высмотреть А вот когда я вам показывала Обуховский завод Вот эти с контрфорсами Вот это замечательное здание Я шла и фотографировала Просто ничуть не думая Вдруг меня догоняет Машина, газик Такой уазик Или такой зеленый Выходит два человека Берут меня под руки И говорят Пройдемте Это вот было еще Где-то Начало 80-х Провели меня На Буховский завод И значит там В первый Как там отдел И я уже Когда меня ввели Я смотрю Какие внутри там красивые Я даже Я не знаю Какие внутри красивые здания Вот это Александровская мануфактура Вот меня туда завели Вот так сидит Дяденька этот Важный говорит Что вы делали? Ну я говорю Я вот фотографировала Просто мне понравилась архитектура Он говорит Нельзя наше здание фотографировать Но не засветил Слава Богу Вот А я говорю А смотрите Какие у вас внутри красивые Он говорит Ну мы их скоро сломаем Но вот к счастью Они их еще не сломали И как раз у нас была Вот экспертиза Опять же Вот этот Абуховский завод Который я вам показывала Он тоже уже Вот эта старая часть Абуховского Она остается И то ли ее отдают городу То ли В общем никто не хочет заниматься Этими историческими зданиями Мы делали экспертизу Тоже как вот Адмиралтейского завода Так и Абуховского Выявляли самые ценные здания Всю эту историю развития Все И директор нас потом вызвал И сказал Ну и что мне делать с этими Как он сказал Царь Огареха Постройками В общем Что мне с ними делать Куда мне их деть Я говорю Ну вы смотрите Вы должны гордиться Это вообще история нашей страны Что вы владеете Вот такими вот Ценными зданиями Ну как я их могу содержать Вот я все Закрываю их Отключаю там свет И все И как хотите там Пусть город Ну в общем Поэтому я не знаю Какова судьба Хотели там Перепрофилировать И наверное Так и все равно Так и будет Потому что эти здания Достаточно прочные И их не очень-то легко Уничтожить Ну и так как вот Он грозил Тот его предшественник Мне пальцем Что они снесут Их не снесли Так что будем надеяться На лучшее Что что-то произойдет Ну это вот пример Вот этих Дипломных Дипломных работ Надо сказать У студентов Очень много На тему Перепрофилирования Всем это нравится Интересно Вот один из примеров Сохранением этих труб С включением Вот таких Самых ценных Корпусов В панораму Не вы Ну вот один из таких Вот Что могло бы быть Но надо сказать Что вот эта Ниточная фабрика Которая Вдоль улицы Красных текстильщиков Она все еще работает То есть тут Перепрофилирование Произошло частично Вот часть Верхняя часть Она уже Отошла к городу Она перепрофилирована А здесь Еще находится Производство А вот внизу Нижний квадратик Это мой склад хлопка Который я проектировала Тогда Когда вот я говорю Заинтересовалась Этим всем Делом Ну вот Знакомая всем Главная водопроводная Станция Архитектор Мерц Конец 19 Тут тоже Произошло Перепрофилирование Удалось Отстоять ее Тоже от сноса В свое время Тоже Она была под угрозой Сноса Говорили Некоторые говорят Что она заклоняет Вид на Таврический дворец Хотя Такое расстояние Что вряд ли там Что-то бы Произошло Но она В свое время Служила Такой акцентом Доминанта В панораме Невы Сейчас она Уже ее утратила Если так посмотреть Там набережная Робеспьера Так застроена Что уже Этой башни Не видно Но тем не менее Она сохранилась Со стороны Шпалерной Она хорошо Видна И Не самый Такой Удобный Хороший ракурс Который я показываю Внизу Но пришлось Все-таки Ее Приспосабливая Под музейные функции Пришлось все-таки Дополнить Вот этой Наружной лестницей Пытались Сделать ее Как можно Более облегченной Такой В стеклянном варианте Чтобы Ну Чтобы видно было Что это да Это дополнительная Если не надо Значит можно ее В конце концов убрать Но зато удалось Вот сделать Такой Очень интересной На мой взгляд Экспозиции Музея воды Вот такой Удачный Достаточно удачный Пример Перепрофилирования Ну А это тоже Перепрофилированная Фабрика Невка Красно-кирпичная Вот Там фабрика Штиглица Частная Текстильная Здесь тоже была Фабрика Торшилова Участвовала Здесь несколько Очередей На первом плане Вы может быть Видите Такая скромная Четырехэтажная Это самый ранний Корпус Архитектор Роков Который Кстати Много Работал И на Александровской Казенной Мануфактуре У него там И церковь Даже была По его проекту Построена Вот Следующий Архитектор Пирвица Вот с трубой И с башнями Это уже Такой Кирпичный Стиль И в самом Глубине Архитектор Васильев Такие Готические Готические Трактовки Башни Такой Интересный Корпус Красно-кирпичный Уже С бетонными Конструкциями Внутренними То есть фактически Этот весь Ансамбль Строился Несколько Периодов Начиная С середины 19 века И кончая 1911 Васильевским Но получился Вот ансамбль Строим Потому что Единый материал Какие-то Композиционные Моменты Башни Которые Вертикали Пересекают Протяженные Корпуса Труба То есть Вот такой Интересный Ансамбль На набережной Большой Невки И он Очень часто Изображался Художниками В частности Островую Лебедеву Есть интересный Такой рисунок Этого места И служил Эта фабрика Таким И служит Акцентом Ну вот Опять же Пример Как рядом Когда вырастают Уже Новые Постройки Как-то не сообразуясь С существующим Вот Меняется Картина Меняется Ландшафт Может Само по себе Здание Могло бы быть Но очень жалко Что оно вот так Убило Эту панораму А здесь попытка Это фабрика Госзнак Экспедиция Заготовления Государственных бумаг Вот это такая Панорама Фонтанки Которая сложилась И где попытка Была При частичном Перепрофилировании Тут частичное Только Вот Построить Новое здание Как бы В таком Вот масштабе Стилистики Ну Достаточно Грубовато Это 80-е годы Простите Начало Уже 90-е годы Бумажка Такая Проектная Фирма Вот они Попытались Увязать Это С комплексом Экспедиция Заготовления Государственных бумаг А сам комплекс Как вы видите Вот такой тоже Периметральный Такие Два таких С внутренними дворами Два образования Правый Это самое раннее Это было 816-18 годы По проекту Архитектора Бетанкура И фон Треттера Вот такое Каре Бетанкура Называется Было построено В связи с Необходимостью Изготовления В России Гербовых бумаг В связи с Наведением порядка Вот этом денежном Хозяйстве Вот был построен На казенных землях Измайловского полка Между Фонтанкой И Рижским проспектом Вот такой вот Первая очередь А потом Это прошло Развитие уже В середине XIX века И постройка Церковь Андрея Критского А по Фонтанке Типография была построена Архитекторы Жибер И Маевский Достраивали это все И вот сложился Такой интересный Комплекс Который частично Уже тоже Перепрофилируется Несмотря на то Что госзнак У нас конечно Организация солидная Закрытая Работает Но тем не менее Часть из них Корпусов Уже отходит Городу В частности Вот это Норижский проспект Так называемое Сушило Там где изготавливались Эти вот эти Как раз Бумажная масса Где она сушилась Где вот происходило Все это Это инженер Фон Тректор Первые тоже Примеры Этого каркасного здания Наружные кирпичные стены Внутриметаллический Каркас И вот такое Главное здание Четырехэтажное И по бокам Флигеля Где располагалось Жилье мастеровых Вот такое тоже Совместно Вот существующее здание Оно вписалось И вот сзади Там гостиница Россия Как-то Советская Советская Но частично Уже перепрофилируется И этот комплекс Ну а вот еще Огромный Огромнейший комплекс Российско-американская Резиновая мануфактуры Товарищество Треугольник Которое вдоль Обводного канала Таким протяженным Фронтом Протянулось И где вот эти Протяженные Красно-кирпичные Корпуса Пересекаются Тоже вертикалями Башен водонапорных С лестничными клетками Вот такой целый фронт Этого значит Такого Огромного предприятия Начиналось тоже С небольшой фабрики В середине Там в центре Потом Российско-американская Резиновая мануфактура Потом Мануфактура Макинтош Английская И вот они вместе Слились Образовалась Вот такая структура Тоже Как вот я показывала Гузнак Вот здесь у меня Планок к сожалению нет Но вот тоже видите Внутренние дворы То есть это целая система Взаимно перпендикулярных корпусов Такая пчелиные соты Организует То есть это не только Выходит на набережную Обводного Но и внутрь развивается Вся территория Все это строилось В течение тоже полувека Многими архитекторами Гендерсон Гендерсон Йоргенс Там Петерсон Масса Архитектор Серк Крыжжановский То есть тут Масса различных Тоже Казалось бы Все одинаково Красно-кирпичные стены Но внутри там Разные конструкции Начинали с металлических Каркасных Потом Железобетонные Потом даже Полностью Есть внутри Железобетонные Корпуса То есть тут Целые Вот такой Слои Разных Конструкций Разных В единой Как бы Похожей стилистике Но сейчас это тоже Предстоит Перепрофилировать Тоже вот мы делали Недавно Экспертизу На включение Всех Там 80 С лишним Корпусов И конечно Как их приспособить Это большая Сложная задача Но тем не менее По-моему Вполне Выполнимая Потому что Можно сделать лофт И там сейчас уже Сами заселяют Вот как С Новой Голландией Люди Обживают пространство А там Многие там Художники Какие-то Молодые Ребята Они вот так Как сквоттеры Как там называется Как вот В Москве Винзавод Начали вот так Потихоньку Осваивать Все сами Люди А потом Постепенно Уже И включаются Уже И более Такие структуры Организованные Вот Поэтому вот Эта часть Только где Внизу Показана Там только часть Одна Фирма Которая По-моему Так и называется Треугольник Вот они Начали Такую Ближе К Петерговскому Старопетербургскому Проспекту Вот эту часть Осваивать Там вот Один из Внутренних Дворов Где концерты Летом По-моему Происходят И вот Тут офисы Есть Вот такая Частичная Но в дальнейшем Будем надеяться Что будет Какой-то Более Такой Благоприятный Ну А вот Это Очень Тоже Долго Стоял Без Употребления Вот этот Комплекс Главного Газового Завода Где Газгольдеры Это Такие Полые Внутри Кирпичные Башни С мощными Стенами И Которые Внутри Значит Размещались Цилиндры Со Светильным Газом Но Потребность Очень вскоре В освещении Таким Светильным Газом С приходом Электричества Отпало И Можно Сказать Что Уже С конца 19 Века Уже Они Стояли Без Употребления Вот Эти Газгольдеры Мощные Где-то Там Они Мастерские Размещались Вот Коксогазовый Завод Где-то Еще А вот Этот Главный Газгольдер Построенный По проекту Гражданского Инженера Бернгарда В 1884 Году Он Самый 20 метров Высотой И Вот С таким Куполом Купол И Может быть Да Вот Видно Внизу Вот Эти Фермочки Это По принципу Радиального Системы Шпенглера Велосипедного Колеса Вот Эти Радиально Расположенные Решетчатые Такие Балки Металлические Они Значит Вот В центре Смыкаются Вокруг Вот Этого Кольца И Образует Вот Эту Всю Систему Перекрытия Этого Огромного Купола Фактически Это Прообраз Перекрытия Всяких Арен Круглых Концертных Залов Вот Мы Опять же Видим Как Каркасные Системы В текстильных Фабриках Эти Многоэтажные Каркасные Они Стали Предтечи Высотных Зданий А Вот Это Вот Таких Арены Таких Пространственных Систем Современных Вот Мощные Стены Такими Узкими Бойницами Много Было Тоже У нас Разных Примеров Дипломных Приспособлений Много Функций Студенты Находили Но Долго Он Стоял Совершенно Без Употребления А Сейчас Вот Там Как Там Люмьер Центр Там Говорят Я Еще К сожалению Даже Не Была Там Но Столько Ходили Мы Боролись За его Спасение Вот Этого Газуха То есть Не столько За спасение С ним Там Его Не Разрушишь Сколько Вот За Какие Приспособления Формы Поиски Были Приводили Мы Разных И Наших Деятелей Театральных Чтобы Там Что-то Разместить И Много Чего Но Не Произошло И Вот Нашелся Наконец Человек Владелец Который Нашел Такое Удачное Применение Вот То же Самое Происходит И Арт Качи Проект Качи На Обводном Канале Это Бывшая Бумагопредельная Мануфактура Тоже Одна Из Таких Первых Текстильных Фабрик Вот Вы Видите Тоже Характерная Для Этих Сооружений Такая Структура Красно-кирпичные Стены Никакого Ордера Но Вот Это Все-таки Классическая Композиция Потому Что Четкий Ритм Окон Они Правильно Все Расположены И С такими Архивольтами Подчеркнутые Белые Архивольты Которые Подчеркивают Обрамление Окон Долгос Это Фабрика У Нас Тоже Шла Битва За Ее Сохранение Потому Что Она Сейчас Потеряла Тоже Она Потеряла Одну Из Башен Которой Нет Но Современные Владельцы К этому Не Причастны Она Потеряла Два Крыла Вот Она Была Тоже Пообразной Формы Но Крылья Были Обращены Внутрь Не На Набережную А Внутрь Территории Два Крыла Там Очень Красивый Был Металлический Каркас Ну Вот Пришла Такая По-моему Какой-то Я не знаю Универмаг Который Сзади Там Владельцы Этого Универмага Они Были Владельцами Этого Здания И Очень Долго Мы С ними Боролись За Сохранение Этого Здания Оно Стояло Пустым Вызывали Нас Даже Губернатор Тогда Был Губернатор Яковлев И Вот Нас Вызывали Даже На ковер Вот Евеин Никита Игоревич Был тогда Председателем Комитета Его Вызывали К губернатору Поскольку Сказали Что мы Мешаем Экономическому Развитию Города Мы Не даем Снести Этот корпус И построить Какой-то Универмаг Тоже Магазин Мы Не давали И вот Я помню Что Евеин Бежит Так По лестнице Навстречу И говорит Слушай Меня Сейчас вызывает Губернатор Срочно Надо Какое-то Обоснование Что Это Ценно Очень Потому что То что Мы Включили Критерии Написали Это Никого Не волнует Вот Пришли С деньгами Люди Сказали Вот Нам Надо Мы Даем Деньги Городу Мы Хотим Развиваться Ну Вот И я Быстренько Говорю Что Но ведь Это Строили Инвесторы Не только Русские Но и Английские Были Предприниматели А это Там все Строили Даже Часто Из Англии Привозили По Каналу Морским Путем Привозили Каркас Его Собирали На месте И Таким Заводским Путем Строили Эти здания То есть Это Даже Новый Способ Производ Здесь Английские Инвесторы Тоже Участвовали Помимо Того Что Это Каркас Что Это Ценное То То И Он Пришел И говорит Что Да Здесь Участвуют А Я Недавно Был В Англии Все Мы Оставляем Это Здание Вы Представляете Вот Как Судьба Зависит От Такого И В результате Лишившись Столько Этих Крыльев Ну Хотя Мы Захранили Это А потом Оно Долго Стояло Бесхозным Там На нем Все Был Такой Плакат Что Продается Там Никому Не Нужно И В результате Пришла Вот Это Я Не знаю Арт Проект Вот Представители Этой Фирмы Ткачи И Они Стали Потихоньку Обустраивать То есть Они Сначала Первый Этаж Начинали Делать Там Где-то Они Там Ну В общем Поэтажно Как-то Приспосав И Проводили Даже Концерты Вот Как-то Очень Медленно Постепенно Но Приводили В порядок И В конце Концов Мне кажется Что Они Довольно Достойно Вот Мы Все-таки Вышли Из этой Хорошее Пространство Культурное Пространство И Сохранили Хотя бы Большую Часть Этого Здания Ну А это Тоже Шла Борьба За Сохранение Перефилирования Вот этого Телеостровского Трампарка На Среднем Проспекте Архитекторы Горенберг И Тейхман Это Вот 907 Год Это Отсюда Вышли Первые Трамваи То есть Это Тоже Петербург Это Родина Первых Российских Трамваев Вот Отсюда Из этого Трамвайного Парка Но Связан Вообще С историей С трамвайными Движениями И С блокадным И все И вот Здесь На этой Территории Мы видим Такой Поздний Кирпичный Стиль Даже Перекличка Такой Модерн Потому Что Это Окно Такое Криволинейное Завершение Это уже Явный Признак Модерна То есть Вот такая Трансформация Кирпичного Стиля Модерн Уже Здесь Железобетонные Конструкции Уже Не металлические А железобетонные То есть Это пример Вот такого Новаторского В свое время Издания И в интересной Стилистике И самое главное Что там Сохранились Еще и Коллекция Ретро Трамваев Ретро Вагонов Которые Сами Энтузиасты Сами Люди Восстанавливали Реставрировали Сами За свой счет За свое Свободное Время И конечно Вот Хотели В свое Уже Обрезать Часть Этих Профилирования Обрезать Часть Этих Вагонов Депо Вагонных Сараев Укоротить Их Там построить Я забыла Какой-то Театр Центр Искусства Там Может кто-то Проектировал В общем Долго-долго Бороли за сохранение Удалось Сохранить И не перенести Эту коллекцию В другие Стены Потому что Если куда-то Выведешь То конечно Многое потеряется И само Сочетание Пространства С наполнением Это очень важно Сама среда И то что там внутри Потому что Опять же говорю Оборудование Все это Крайне Важно И это Теряются Невосполнимые Такие утраты Но вот еще Одно здание Которое Тоже ждет Я надеюсь Дождется Перепрофилирование Это так называемая Солодовня Завода Бавария Очень интересный Пример Это уже не металлический Это внутри Железобетонная Такая этажерка Вот видите Тут Такой частый А вот эти Торец С такими Щипцовым Завершением Таким романтическим В баварском стиле Потому что Пивоваренный завод Пиво варилось По типу Баварского Ну по методам Немецким Каким-то Методам И вот архитектура Она соответствовала Вот эта Стилистика Этому всему Назначению Тут было еще Увеселительное Заведение Сад То есть была такая Интересная среда На берегу реки Ждановки Напротив Леонтьевского мыса И Здание Стоит очень долго Многие годы Бесхозным Проектировал Лев Аксевич Серк Один из таких Новаторов Железобетонных Конструкций Автор Учебника По промышленной Архитектуре Это уже Он проектировал В 1911-1913 Году Но работал уже И в советское время Вот И очень Интересная По всем параметрам Здание Пустует Давным-давно В советские годы Главный инженер Этого завода Хотел его снести Даже взрывчатку Подложил Хотя оно уже У нас С 88-го года Под охраной Но К сожалению Вот В таком состоянии Бедственном Пребывает Но взорвать Ничего не удалось И здание Так вот Переходит Из рук в руки Пока Не знаю Пока не знаю Его дальнейшей судьбы Ну А вот это тоже Главная Понижающая Подстанция Волховской ГЭС Это уже Советский период Но это На Полюстровском Проспекте 46 Это уже Такой Интересный Пример В 20-е годы Когда вот такая Авангардная Архитектура А это еще Ретро-стиль Архитектор Оскар Рудольфович Мунц Тоже Наш Замечательный Петербургский Ленинградский Архитектор Вот он В стилистике Такой Болховской ГЭС Вот необходимо Было Понижение Вот этих всех Напряжений Тока Подводящего Городским Магистралям Вот это Главная Понижающая Подстанция Но было Также Немало И от нее Вело Она была Связана С сетью Трамвайных То есть Понижающих Подстанций Во всех Районах Города Очень Такое Уникальное Замечательное Массивное Такое Сооружение Здесь И кирпич И тесанный Камень И мрамор И великолепные Интерьеры Вот оно все Долгие годы По своему Функциональному Назначению Существовало А вот сейчас Опять И Так же Ему Оно Предстоит Значит Предполагается К перепрофилированию Вот такие башни Какие-то Вообще Невероятно Интересная Архитектура И Главный Архитектор Города Ильин В свое время Писал Что Вот такое Интересное Сооружение Очень жаль Что оно Так расположено Что Фактически Мало Заметно Горожанам А оно Могло бы Украсить Какой-нибудь Более Выдающийся Магистраль Ну вот Это тоже Одно из первых В таком В ретро-стилистике Архитектор Андрей Андреевич Оль На левом берегу Невы Уткино-Заводь Это вот Впереди Вы видите Первую Первую Очередь Этой ГЭС Пятая ТЭЦ Она называется А раньше Она называлась Уткино-Заводь Потом Красный Октябрь Уткино-Заводь Начинала строиться Еще в Четырнадцатом Году В связи с мировой войной Было отсрочено Строительство Потом Продолжено Уже В восемнадцатом Году И вот Двадцатая Была достроена Вот такая вот Интересная Мощная Композиция Несколько Очередей Такой значительный Геростроительный Акцент На левом берегу Невы Здесь и поселок Уткино-Заводь Гресс Для служащих Этой Гидроэлектростанции Но вот Это все Здание Оно уже Опустело Оно тоже Стоит пустым И вот тоже Какая Функция у него Будет Я не знаю Пока еще Ничего не известно Ну вот Уже Из таких Энергетических Сооружений Этого периода Это вот ТЭЦ-2 Это на Новгородской Улице Она выходит на него Это по проекту Ной Абрамовича Троцкого Вот такой Его эскиз Очень мощный Такой Экспрессивный Такой Уже Авангард Конструктивизм Где все Обнаженные Конструкции Здание Существует Оно так Включено В окружающие Другие Поздние Настройки Что уже Трудно его Различить Но пока Есть Ну вот Это еще Пример Уже 20-е годы Тот же Абрамович Троцкий Его команда Его архитекторов Мясокомбинат Кирова Комбинат Самсон На Московском Шоссе Это тоже Сейчас Уже Опустевшие Здания Великолепные По системе Баухауза Целая система Этих корпусов Башни Где административные Помещения Все были И вот Глухой объем Холодильника Там Еще все Эти колбасные Цеха Все вот Они идут По одной оси Расположенной Такой по системе Баухауза Неразрывная Композиция Вот все Это сейчас Пустует Все это Тоже Ну Должно быть Каким-то образом Приспособлено Надо сказать Что это здание Этот весь комплекс Получил гран-при На выставке В Парижске В 1937 году За такие Высокие Качества Архитектуры А вот это Там еще Сохранялся Такой кабинет Кирова Киров там Принимал Активное участие В строительстве Этого комплекса Быки были Перенесены Со скотопригонного Двора Ну Кабинет И вот архивы Я боюсь Что уже Вряд ли они существуют Уже утрачены Ну вот еще Такой Подлежащий Перепрофилированию Шедевра Архитектуры Авангарда Архитектора Чернихова Водонапорная Башня Знаменитая Чернихов Мастер Архитектурных Фантазий Мастер Рисунков И вот Ничего такого Реального У него Не осуществлено Было Кроме Вот этого Канатного Цеха С водонапорной Башней Ну Такая Апофеоз Вот такой Архитектуры Выразительной Экспрессионизма Конструкции Активизма Цех стоит Заброшенный Все время Идет Вот какие-то Концепции Его приспособления Рядом Жилой Комплекс Растет Пока Вот Не знаем Как Вот такие Дипломы Красивые На эту тему С созданием Культурных Центров Ну так и Предполагается Что будет Культурный Центр Но слишком Медленно Все это идет Как бы она Не разрушилась Совсем Ну вот еще Хлебозавод Набарочный Такой же Хлебозавод Вот Кушелевский Здесь это такие Заводы Автоматы По системе Инженера Марсакова Сделаны Тоже Взаимосвязь Такая тесная Конструкция Функция И самой Архитектура То есть Все это Именно Вся вертикально Кольцевая Технология Выпечки Хлеба Она здесь Отражена Полностью Вот в этой Архитектуре Тоже Они Вот это Еще существовало А теперь Они уже Тоже Приспосабливаются Под новые Цели И очень С одной стороны Вот это Недавно На градсовете Рассматривали Барочный На Левашовский Хлебозавод На Барочный С одной стороны Он все-таки Так Достаточно Тактично Обстраивается Жилыми зданиями Вокруг Не приближаясь Здесь Предполагается Культурный центр И какие-то Еще апартаменты Не знаю Как тут Войдут Эти апартаменты Но тем не менее Вот такой По крайней мере Первая Такая Концепция Приближенная Она Ну Внушает Такие Надежды На Достаточно Позитивное Приспособление Этого Завода Ну А это Плохой Пример Это Вот Наша Фабрика Красное Знамя Злосчастная Которая Была Выполнена Реализована Частично По проекту Архитектора Мендельсона Мы видим Здесь ТЭЦ Это Такой Главный Композиционный Акцент И Макент Мендельсоновский 26-28 Годов Не все Тут было Выполнено Вот тот Протяженный Трикотажный Цех Мы его видим Слева Он есть Сама ТЭЦ Тоже существует Три мастерских Они есть Но несколько Искаженном В виде Достроены Но тем не менее Общее В общем Представление Комплекс Существует И вот сейчас Очень сложно Во-первых Отстоять Его существования Вот этих Мастерских Но пытаемся Это сделать Надеюсь Это получится Но И переспособление ТЭЦ Пока что По крайней мере Начался процесс Реставрации Хотя бы Хотя бы Проект Реставрации Уже Вот Начинается Ну Хотя бы Восстановить Отреставрировать Сами стены Сами конструкции Вести инженерные сети Для того Чтобы здание Не пропало Но пока Функциональное Какое-то наполнение Еще не решено Но самое ужасное Что вот Оно построено Рядом И вот это Все Пространственное Восприятие Исказили Вот эти Жилые дома Которые Находятся рядом И которые Здесь Они еще так Сдержанно Пока На самом деле Они выше Даже вот этой Башни ТЭЦ И конечно Это убивает Градостроительное Вот такое Восприятие Самого Комплекса Ну Это просто Это я рассказала Это закуска Вот наш Великолепный Ижорский Завод В Колпино Где тоже Масса И старинных Предприятий Где вот Вы видите Наверху Какая там Какой там Ландшафт Уникальный Вот эта Старая часть Ижорского Завода Она бы вообще Безусловно С такими Наземными Подземными Сооружениями С водными Пространствами Она бы подошла Конечно Для музея Петербургской промышленности Истории И ландшафт И сами здания Первые вот эти все системы Все эти перекрытия Литые фермы Как вы видите Вот здесь справа Все это могло бы Вообще Органично Использоваться И притвориться В музей Вот такие музеи И в Англии И в Рурском бассейне Все Но у нас Мог бы быть не хуже Но пока Это только наши мечты И когда это будет Я не знаю Вот такая Общая картина Всего Нашего А? Да Спасибо Спасибо Мария Маргарита Сергеевна Я думаю Что есть масса вопросов Еще Вам По лекции Ну Такое Есть немножко Такое Раковая По крайней мере Приходила заниматься Историей И еще отдельная тема Могла бы быть Это парусинка Это ивангородские фабрики Барона Штиглица Которые В общем-то Там где он Захоронение его Церковь Где он похоронен Где его усадьба Следы его усадьбы И сам поселок И сами фабрики Вот сейчас мы как раз Уже Приступаем К экспертизе И концепции Восстановления Этого комплекса Так что Да Этим занимаюсь По крайней мере Так что Можете сказать Что родственник Пока В продаже Уже никаких Моих книг Нет Потому что Я что-то Занялась Этим всем На практике Все эти Экспертизы Но сейчас У меня То что я Это малая часть Рассказала У меня многое Собрано У меня прям Вот такие Лежат Все В издательстве Но сейчас Надо вот Я думаю Может летом Займусь И сделаю Хочу вот такой Очерки У меня уже Я уже Вот какую-то Концептуальную Не буду Я возьму Вот эти очерки И просто Их сложу Обработаю Ну вот На это Нужно время Но кстати Я могу сказать Что никто Из издателей Мною не интересуется Да Они говорят Да кому это интересно Кому эта тема В общем нужна Да Спасибо Их нету Да Потому что все Вот я Задерживаюсь С этим Но я думаю Я напишу А если напишу Так найду Издатели Ну он как бы Наметился Но не очень-то Он торопится Он говорит Что это неинтересно И называть Промышленную архиттуру Это никому не нужно Давайте как-нибудь По-другому назовем Смешно Нае Сейчас Хладится Нашка Архитектура И Просто В 20-м Там конюшни В старинной здании Все отсыпаются Ухожи красные Промышленные Вы какие имеете ввиду Конюшни А Николай Николаевич Николай Николаевич Петергофский Когда Придворные конюшни В Петергофе А дети Николая Первая Михаил Николаевич Николай Николаевич На комплекс Михаил Ну да Ну так этим всем занимаются Это уже отдельное тело Там идет Ну да Да Конечно Там активно Не все так хорошо Как Но это уже Другой вопрос Там тоже много сложностей И не все так хорошо Как хотелось бы У меня тоже Всегда есть Спасибо На большой конюшни А Ну на большой конюшни Кстати могу сказать Что меня вовлекли Тоже в этот процесс Когда вот это все Начиналось Когда народ Увидел Это все Когда Со стороны мойки Стали там окна дырявить И вдруг Нас созвал Андрей Львович Пунин Наш вообще Замечательный Историк архитектуры Наш мэтр Он вдруг Нас собрал И сказал Что все Давайте заниматься Давайте отстаивать это И у нас была Создана даже Рабочая группа И вот с нами Вот Аганесян Который сейчас сидит Кстати где-то Но он с нами работал И мы все время Выкладывали Свои требования А владельцы Не соглашались В общем шла такая борьба Многие не верили Что удастся отстоять Но Пунин Написал письмо Путину даже Как ветеран Как вот человек Прошедший Он живет рядом С этим я скажу И в общем Такими усилиями За длительный период Но удалось Отстоять Все-таки По крайней мере Не будет Вот этого Расчленения Этих парадных залов На офис На отдельные Какие-то апартаменты Потому что это было ужасно Вот это Вот это Самая Галерея Вся этих Конюшин Она была красивая Она и сейчас осталась Слава богу Такой Вот А ее хотели Лифты Лифты какие-то Санузлы сделать В общем все Это было бы ужасно Это бы мы утратили Очень ценную часть Спасибо А вы не посмотрите Сейчас в экономическом форуме Вот новые проекты По своей Конюши На экономическом форуме Да-да-да Я тоже видела Как он только по телевизору Да А вы не в курсе Что утвердили Вы не утвердили Нет еще Я думаю Что это только концепция Если бы утвердили То Ну просто я Вхожу в совет По культурному наследию Нашего города Потому что Если бы это уже утвердили То это бы прошло Обязательно совет Поэтому нет Пока это только все Такие предложения Наработки Все Спасибо 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 Спасибо